Народная хоровая капелла Дяница створена у Гомельским университете имя Франциска Скарыны еще в 1988 году. С того часу ее незменный мостатский керавник и дирижер Миколай Козлов. А вот состав дельника у стягом часу зведал шмат измен и обновлений. А последний раз коллектив выступал у родным Гомеле в 2013 году. Там у тебя первый концерт падея особливо хвалюючая. Мы шли давно к сольному концерту и мы притворили сегодня этот день. Очень волнительно, потому что мы в прошлом году набрали молодежь, это студенты первого-второго курса. И, конечно, выйти, поднять всю эту программу вместе с ними и выйти на сцену с сольной программой. Но это, конечно, спасибо им за их титанический труд. Але с перших же выполненных творов стало зрозумело, хвалявания были даремные. Хор гучал милогучно и чисто, растворяючи слухачоу при гажосте эмоция капельных спевов. Прогучали духовные и классичные творы западных и русских композиторов. Особные блоки были просвечены светской и народной музыцией. Яркими моментами выступления стали сольные номеры у выполнения особных удельников коллективу. Кветки и шедрые аплодисменты, лепшее признание и подяка от слухачоу. Нам очень понравился концерт. Особенно звучание хорошее в зале. Зал прекрасный и очень слаженно, коллективно. Ну, очень хорошо. Все идет вперед. Все лучше и лучше. Прекрасный концерт. Прекрасно поставлен репертуар. Очень приятно было видеть этот коллектив на сцене. Я уже не первый раз присутствую на таких концертах. И хочу сказать, что с каждым годом они лучше и лучше. Репертуар совершенствуется. Ребята все молодцы. Новый коллектив. Вливаются новые люди. И очень хороший костяк, который нам в протяжении многих лет стоит на этой сцене и радует нас новыми прекрасными произведениями. Сами веконаутцы и кировник коллектива так само не могли сховать за довольнение от удалого концерту. Я считаю, что удался. Супер. Потому что пришли люди. Те, кто это любит. И сегодня ребята отработали на 100%. Это лично мое мнение. Ну и мнение зрителей, которые получили, я считаю, сьогоднее большое удовольствие от этой вокально-хоровой музыки. До речи, сейчас рассматривается мягчимость организации еще одного концерта «Дзянницы» у Гомеле на приконце мая. Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпанія «Гомель».